Международная акция «Сад памяти» – проект всероссийского общественного движения «Волонтёра Победы» и фунда памяти полководцев Победы, инициированный российской молодёжью, охватил более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Беларусь, Россию, Румению, Казахстан, Кыргызстан, Алжир, Кубу, ЮАР и многие другие. В Бресте в этом году в рамках проекта было высажено 40 хвойных деревьев, которые вырастут и через годы будут напоминать всем нам о подвиге солдат войны. А благодарная человеческая память в разы крепче гранита. Большое значение имеет и эта акция, и, конечно, участие в ней всех людей. Она стала поистине народной, 27 миллионов деревьев высаживается ежегодно. И это не поручение, не указ, это внутренняя потребность, которую поддержал президент России. И сегодня, благодаря этой поддержке во многих регионах страны и за рубежом высаживаются деревья в память о наших победителях, о тех, кто защитил этот мир от нацизма. И высаживая деревья, мы с вами оставляем частичку этой памяти для тех, кто будет проходить по этим аллеям, по этим лесам после нас. Поэтому сегодня мы передаем эту эстафету, высаживая деревья в память о тех, кто защищает нашу родину. На территории, прилегающей к мемориальному комплексу Брестская крепость Герой, молодежь из Белоруссии и России высадила хвойные деревья в памяти погибших. В 1941-1945 годах советских воинов, партизан и тружеников тыла. В Бресте 83 года назад были сделаны первые шаги к победе. Но те, кто сражался, не знали, сколько придется шагать до победного салюта. Брест, наверное, был, есть и будет героическим городом. И знаете, как старину говорили, когда ты бросаешь зерно в плодородную почву, оно даст ростки и даст в дальнейшем урожай. Точно так и здесь, когда мы притрагиваемся к исторической земле Бреста, к крепости Герой, это говорит о том, что мы сохраняем память. А формы, которые выражаются в этом сохранении, они могут быть разные. Это открытие музеев и работа в патриотическом центре с нашим молодежью. Это и посадка аллей и садов памяти для того, чтобы, наверное, завтра мы, приводя своих детей, а наши детей, приводя уже своих, помнили, что память будет жива, пока живы мы. И каждый клочок земли на Брещене говорит про это в виде памятника, валей. Я повторюсь, наверное, но самое дорогое, что есть у нас, это наша память о том, чтобы никогда не повторилось то, что было 80 лет назад. Акция «Сад памяти» ежегодно объединяет молодежь Беларуси и России в едином стремлении сохранить память о погибших в годы Великой Отечественной войны и укрепляет дружбу, сотрудничество между двумя странами. Мы считаем важным сохранить память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны и также это уникальная возможность у каждого участника акции подписать бирку с именем непосредственно героя своей семьи либо какого-то знакового человека, связанного с Великой Отечественной войной и непосредственно прикрепить к дереву. 20 бойцов студенческих отрядов педагогического, строительного и производственного профиля деятельности примут участие в данной акции, внесут свой вклад в сохранение исторической памяти о подвиге беларусского народа в годы Великой Отечественной войны. Международная акция «Сад памяти» – это знак уважения к тем, кто ценой своей жизни сражался за свободу и независимость своей Родины. Продолжение следует...